Прошло несколько дней с запрета на массовые гуляния с середины декабря. И в компаниях и в офисах Барнаула началось брожение, как и когда успеть проводить 2020-й. В городе уже фиксируют бум брони на 11 число. Это последняя пятница перед запретом. Мы решили выяснить, действительно ли середина месяца праздник отменен. И лучше всего об этом расскажет продюсер нашего канала Анастасия Бертенева. Она присоединяется ко мне. Настя, привет. Что тебе удалось выяснить спустя несколько дней переговоров с предпринимателями, артистами? Привет, Ира. На самом деле получить информацию о проведении праздничных мероприятий оказалось не так-то просто. Большинство шифруются, но обо всем по порядку. Уж кто и требует праздник, так это его работники – артисты. Индустрию развлечений буквально лихорадят. В интернете пишут о бедственном положении звезд шоу-бизнеса и якобы голодающих артистах. Мэтры отечественной сцены, такие как Валерий Меладзе, Игорь Газманов и другие уже опровергают информацию. Говорят, у них деньги на хлеб есть. Страдают другие специалисты отрасли. Индустрия развлечений – это точно такое же предприятие, на котором трудится огромное количество людей. И у них у всех есть семьи. Им нужна помощь. Мы не говорим, чтобы государство давало денег. Мы просим государства разрешить хотя бы на 70-80% работать концертным площадкам. Либо тогда сделать действительно полный локдаун и закрыть все общественные заведения. Об этом говорят в основном звезды. Подавляющее число алтайских артистов открыто проблемами не делятся. Боятся привлечь к себе внимание надзорных органов или растерять заказы, которых, к слову, достаточно. Ведущий Семен Ваулин – один из немногих, кто с нами встретился. У него свободных дат на декабрь практически нет. График плотный. Но признается, что в любой момент ресторан или клиент может все отменить. Поэтому придумал альтернативный формат. Мы приглашаем компанию к нам в театр и им показываем уже мини-спектакль какой-то, возможно, мини-концерт, какой-то голубой огонек. То есть полтора-два часа мы можем занять людей, можем провести для них корпоративные мероприятия такого формата. Ну и там, естественно, предусмотрен фуршет и так далее. Как это вяжется с запретом губернатора на массовые праздники, спросите вы. Дело в том, что формулировки достаточно размыты. Настолько, что властям накануне пришлось разъяснять, что именно можно и нельзя. Так вот, запрещены откровенно зрелищные мероприятия, даже утренники в детских садах. Устроить праздник для малышей можно только в рамках группы и без родителей. Разрешено работать кинотеатром, концертным площадкам, ДК и точкам общепита. И последний пункт самый неоднозначный, потому что рестораны и бары – это и есть общепит. Их владельцы, насколько я поняла из телефонных переговоров, настроены позитивно и активно ведут бронь. До 15 декабря вам организуют праздник, как до пандемии, с веселой программой и на большое количество человек. Когда большой сборный день, разные компании, разные столики, очень весело, потому что много людей. 700 рублей программа на чеках, 700-800. Все, вы пришли, грубо говоря, 2 500 отдали, и все, вас навеселили там от и до. Как выяснилось, погулять коллективом можно и после 15 числа. Некоторые заведения предлагают свои услуги вплоть до 31 декабря включительно. С программой, диджеем, дискотекой и Дедом Морозом. Гулять можно допоздна. Я знаю, что вышел указ, что после 7 ничего не было. У нас в семье пока что ориентировочно там сбор гостей. То есть программа будет до 12, там потом будет дискотека. То есть у нас здесь все не так, что в 7, мы закрываемся, все будет нормально. И, возможно, трактуют указ по-своему, потому что нет определения массового скопления. От какого количества начинается массовость. Получается все на усмотрение арендаторов и по желанию гостей. Впрочем, не обязательно рисковать, заказывая ресторан. Для своей компании можно найти и загородный дом. Объявления разлетаются, как горячие пирожки. Звоним уточнить свободные даты. Информации, сколько компаний Барнаула планирует отмечать корпоратив, нет. По данным всероссийского опроса, официальный Новый год намечен всего у трети офисных работников. Скажите, вы работаете и будете ли новогодний корпоратив праздновать? Будем. Не будем. Желание есть, но все равно где-то внутри страх того, что происходит. Пандемия? Какой? Праздник? Ну что, вирус разносить? Пожалуй, впервые за историю 21 века Новому году предписан сугубо семейный формат. Готов ли к такому Барнаул, мы еще узнаем.